Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакирова Мумина Шакировича, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Второе пришествие Трампа в Белый дом. Он обещал остановить войны и снять запреты на бурение. Будет ли мир во всем мире и нефть по 50 долларов за баррель? Реформа военного времени. В Украине обсуждают переустройство ВСУ. Можно ли это сделать посреди боевых действий? День народного разъединения. Русские марши теперь водят крестным ходом. В школах запрещают ношение хиджабов. Существует ли национальная политика Кремля? Программа «Грани времени. Итоги недели». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Три минуты назад Хиллари Клинтон признала свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов. А секунду назад Трамп начал свою речь как избранный президент Соединенных Штатов Америки. С чем я вас всех и поздравляю. Восемь лет назад депутаты Госдумы радовались приходу во власть в Белом доме Дональда Трампа. Особенно бурно это событие отмечали в партии ЛДПР. Поэтому за победу Дональда Трампа, за новую внутреннюю политику в США, и за внешнюю политику, и за быстрее улучшить отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки. За Дональда Трампа, за его победу. Вслед за депутатами вся страна практически вслепую приветствовала избрание Трампа президентом США. Человек, которого большинство российских политиков никогда даже не видели, сумел завоевать симпатии почти всей страны. Одними лишь комплиментами в адрес Владимира Путина и обещанием наладить двусторонние отношения. Путин в 2016 году сразу же поздравил Трампа с избранием президентом США и со сдержанным оптимизмом говорил о будущем потеплении отношений с Вашингтоном. Мы слышали предвыборные заявления еще кандидата в президенты Соединенных Штатов, которые были направлены на восстановление отношений между Россией и Соединенными Штатами. Мы понимаем и отдаем себе отчет в том, что это будет непростой путь с учетом той деградации, в которой, к сожалению, находятся отношения между США и Россией. Но мира и согласия между Москвой и Вашингтоном не произошло, как на это надеялись в Кремле. Путин и Трамп несколько раз пересекались в рамках саммита G20. Были личные встречи, одна из которых произошла в Хельсинки в июле 2018 года. Тогда же и разгорелся скандал, где Трамп подверг сомнению выводы спецслужб США во вмешательстве Москвы в американские выборы. Встречи встречами, но по факту как раз Трамп за время своего президентства провел жесткую экономическую политику против Москвы. В том числе подписал оборонный бюджет с санкциями против Северного потока-2 и Турецкого потока. Первым поставил летальное оружие Украине, в том числе и ракетные комплексы «Джевлин». Президент Трамп часто выражал восхищение стилем руководства Путина и всячески положительно отзывался о Путине во время и предвыборной кампании, и президентства, еще первого президентства, полагая, что улучшение российско-американских отношений принесет пользу США. Это в национальных интересах США, как говорил сам Дональд Трамп. В разные встречи с Владимиром Путиным, например, саммит в Хельсинки 2018 года, на совместной пресс-конференции Трамп встал на сторону Путина, который отрицал вмешательство в американские выборы. Но американские спецслужбы в действительности нашли следы этого вмешательства. Поэтому Дональд Трамп еще и вставал на сторону Владимира Путина. Но при всем этом внешнем великолепии в действительности санкции и всяческие дипломатические действия наблюдались со стороны американской администрации. И что касается соглашений по контролю над вооружениями, наоборот, переговоры о продлении СНВ, но в период президентства Трампа соглашения подписаны не было. Никаких невероятных двухсторонних договоренностей не было между Москвой и Вашингтоном. Личное приятие и какие-то дружеские отношения и восхищение даже Дональда Трампа этом наблюдалось. Но вот на бумаге, в документах это никак не выражалось. Поэтому предыдущее президентство Дональда Трампа для Москвы удачным, кроме как психологически, назвать нельзя. Нельзя не упомянуть и боевое столкновение в Сирии, когда американской боевой авиации были разгромлены отряды так называемой ЧВК «Вагнер». Сирия. Ночь 7 на 8 февраля. Бой в провинции Дейр-Эзор рядом с населенным пунктом Хишам. По данным американских военных, батальон проосадовских сил атакует позиции антиигиловской коалиции. Сторонники режима применяют танки, артиллерию, ракетные комплексы и минометы. После того, как на запрос американцев россияне отвечают «их военных там нет», силы коалиции расстреливают колонну из истребителей F-15, ударных беспилотников, самолета-штурмовика AC-130, боевых вертолетов «Апач», а также стратегических бомбардировщиков B-52. Потеряв приблизительно сотню бойцов, атакующие отступают на западный берег реки Ефрат. Ну а что Москва? Молча проглотила эту горькую пилюлю и отбилась с традиционной фразой. Мол, российских военных в этом районе нет. Теперь Дональд Трамп во второй раз переступит порог Белого дома. После небольшой паузы Путин все-таки поздравил Трампа с победой и сделал это на Валдае. То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажут доверие американский народ. Теперь мир в ожидании окончания войны в Украине, о чем неоднократно говорил сам Трамп, обещав решить эту проблему в 24 часа. Да и Путин не против общения на эту тему на фоне успешного наступления российской армии на юге Украины. Заморозка конфликта по линии фронта и отказ Украины вступать в НАТО на 20 лет, ввод миротворческих сил и остановка финансовой помощи Киеву – это только некоторые из ожиданий и опасений от Дональда Трампа. При этом сам Трамп на выступлении перед своими сторонниками в ночь окончания выборов заявил, что планирует остановить войны. Как именно, он пока не пояснил. Писатель Александр Геннис из Нью-Йорка считает, что его бывшие соотечественники в Америке голосуют за Трампа. Почему это мы сейчас и выясним. Александр, чем Трамп завоевал симпатии русскоязычного населения США? Я считаю, что это все связано с ошибками демократической партии, которая уступила власть левому прогрессивистскому крылу и привела в бешенство очень многих американцев, включая русских. Русские и без того всегда были сторонниками русских, я называю русскоязычных. Они и без того, что мы, без того сторонники сильной руки. И им казалось, и кажется, что Трамп это воплощение силы, это такой лидер, который может навести порядок, может поставить на место всех тех, кто мешает американцам жить так, как они хотят. И слушаться, и он не будет слушаться элиты. Ведь все дело в том, что Вашингтон страшно раздражает американцев. Он всегда раздражал американцев, потому что американцы не доверяют своей федеральной власти и терпят ее через силу. Но последние годы вот эти вот левые настроения, левые движения привели, конечно, Америку к кризису, который вот сейчас и разразился. Трамп это расплата за ошибки демократов. Я бы сказал коротко, что такое ошибки демократов. Это когда они заменили меритократию процентной нормой. Коротко и ясно. Оценивают людей не по их способностям, не по их возможностям, а оценивают по цвету кожи, сексуальной ориентации и так далее, и так далее. Вот это то, против чего протестует вся Америка. Ну и, конечно, россияне, которые легко прощают Трампу все остальное. Что из того, что обещал и обещает Трамп, не будет выполнено ни при каких обстоятельствах и останется лишь предвыборной риторикой? Я не знаю, как он, например, собирается депортировать 12 миллионов человек. Теперь я уже видел цифру и 20 миллионов. Я не представляю себе, как это можно сделать. Я думаю, что Трамп тоже не представляет. И как мне объясняли, это он только так всем говорит, для того, чтобы понравиться публике. На самом деле ничего из этого не будет. Депортирует каких-нибудь преступников, но никто не будет 12 миллионов человек сажать в эшелоны и отправлять за границу. Что-то такое невероятное. Может быть, он построит стенку, наконец, потому что в прошлый раз он обещал, что за стенку заплатят, за стену заплатят мексиканцы. В этот раз за стену заплатят американцы. И Камала Харрис тоже была готова построить эту самую стену. Что еще он не может сделать? Хотел бы знать, как он собирается закончить войну в 24 часа. 24 часа уже прошли. Путин поздравил Трампа с победой на выборах президента США. Обнадеживает ли вас этот факт, что эти два лидера смогут о чем-то договориться? Нет, не обнадеживает, потому что... Мне только что прислал письмо мой переводчик и товарищ из Японии, который сказал, до чего мы докатились, если в миром будут управлять Трамп, Путин и Си. Вот такой триумвират злодеев. Это так они в Японии видят выборы Трампа. Я не могу представить себе, до чего договориться Трамп с Путиным, потому что я помню, что было во время его первой каденции, когда он был президентом. Вы помните, как он договорился с Северной Кореей? Как он сказал, что сейчас мы немедленно все сделаем, строим курорты в Северной Корее, построим гольф-поле, все будет хорошо. И он приехал встречаться с лидером Северной Кореи. И, как вы помните, уехал ни с чем. Я думаю, что Путин считает, что Трампа легко ввести вокруг пальца и обмануть его, и таким образом выиграть у него эту партию. Интересно, что сторонники Трампа говорят, что как раз непредсказуемость Трампа является его главным оружием. Путин не знает, что будет делать Трамп. Ну и Трамп, по-моему, не знает, что он будет делать. Кстати, я вспомнил, что когда у Путина спросили, кого он предпочитает видеть следующим президентом США, он назвал фамилию Байдена, и тем самым, может быть, это была риторика дипломатическая, а может быть, действительно, Байден ему более понятен, чем Трамп. Итак, дальше. Отбиваясь от обвинений в дружбе с Путиным, Трамп неоднократно заявлял, что его санкционная политика в отношении Москвы была беспрецедентна. Кстати, он первым начал поставлять Украине летальное оружие, в том числе джевелины. Будет ли он последовательным в этом вопросе? Нет, не будет, потому что поставил он джевелины или нет, но не забывайте, что Трамп сделал все возможное, чтобы его партия республиканская задержала помощь украинцам на много месяцев в Конгрессе. И его вице-президент, который теперь уже будет вице-президентом, Вэн сказал, что ни в коем случае не надо помогать Украине, и протестовал против этого в Конгрессе. Дело в том еще, что будет в Конгрессе, что будет в Сенате, что будут говорить ему его политические и военные советники. Другое дело, что он никого не слушает, потому что он не раз заявлял, что мои советники говорят мне, чтобы я вел себя умеренно, чтобы я не ругался, чтобы я не обзывал своих соперников. Я ничего этого делать не буду, потому что именно таким я нравлюсь народу. И, наверное, он прав, если судить по выборным результатам. Соскучилась ли Америка по крепкой руке и олицетворяет ли эту руку Трамп? Не думаю. Дело в том, что Америка не соскучилась по республиканцам, потому что Трамп не республиканец. Как я уже сказал, Трамп оппортунист. Это разные вещи. Республиканцы – это консерваторы, у которых есть четкая позиция по всем отношениям, и которую я во многом разделяю. И консерваторы, как мы знаем, голосовали против Трампа. И его бывшие генералы, его бывшие помощники, которые называют его фашистом. Бывшие президенты Чейнин, например, который был таким опорой консерваторов. И его дочка, которая была всегда стойкой республиканкой. То есть республиканцы тоже против Трампа? Нет. Я думаю, что дело не в том, что Америка таскует по твердой руке. Я думаю, что Америка устала от того безумия, которое навязывает левое крыло демократов. Вы знаете, я только что позвонил своему другу школьному, который живет в Массачусетсе. Массачусетс – это самый либеральный штат. И товарищ мой, конечно же, либерал, который, конечно же, голосовал за Харрис. И он мне говорит, что, конечно, все это так. Но с другой стороны, вот его соседка отправила ребенка в детский сад. Ребенку пять лет. Его спрашивают ее, как записать вашего ребенка. Он, она или «their». То есть к какому полу он себя причисляет. Пятилетний ребенок. Естественно, что ее это раздражает. Внучка моего, внук моего товарища ходил в школу. Ему уже 9 лет. Ходил в школу. И родители пришли в такое бешенство от того, что происходит школа с расовыми теориями, со всем тем, что там преподают, что они забрали его из паблик-скул, то есть публичной школы бесплатной, и отдали в частную школу, которая стоит 10 тысяч долларов в год. Это все либеральный штат. Но это не конец. В том же либеральном штате лучшее образование в Америке. И вот самая шикарная школьная система находится в Массачусетсе. Но на этих выборах было предложено убрать экзамены из школ, чтобы все были в равном положении. Двоечники, отличники. Все должны быть равны. И поэтому в бюллетенях у избирателей был пункт «оставить экзамены или убрать». Вот Массачусетс решил убрать экзамены. И очень скоро школьная система Массачусетса будет не лучшая в Америке, а такая же, как Сюга. Спасибо огромное за интересную беседу. Моим гостем был писатель из Нью-Йорка Александр Геннис. Что ждать от старого, нового президента США? Пока неясно и в экономическом смысле. Джо Байдена как раз-таки винят в отсутствии внятной экономической политики и все увеличивающейся рецессии в Штатах. Российский миллиардер Олег Дерипаско написал в своем телеграм-канале на утро после выборов. Нефть к 50 долларов к маю. Мир будет похожа везде. Республиканец обещал нефтегазовой отрасли беспрепятственный доступ к бурению на воде и суши, принадлежащих государству, и выступал с лозунгом «Бури, детка, бури». Экономический обозреватель радио «Свобода» Максим Бланд рассказал о худших сценариях экономической политики Трампа для России и Китая. Поскольку американская экономика остается одной из главной экономикой мира, торговая война с Китаем, с другой главной экономикой мира, может действительно обернуться серьезными проблемами и для американской, и для китайской, и для всей мировой экономики. И это может спровоцировать кризис гораздо более разрушительный, чем все, что мы видели до сих пор. И Дональд Трамп действительно обещает снять ограничения, действующие в США до сих пор. Это не значит, что Дональд Трамп в состоянии снизить себестоимость добычи нефти, которая добывается в США. Этим могут воспользоваться арабские нефтяные компании, которые регулярно очищают рынок от так называемых независимых экспортеров нефти, у всех из которых нефть стоит дороже, чем в Саудовской Аравии или в окружающих ее арабских странах. Под эту раздачу попал в свое время Советский Союз. Следующая итерация была там в районе 2008. В 2014 году мы наблюдали похожую картину. А как раз в 2014-2015 годы, когда цены на нефть резко упали, отличались массовым банкротством американских сланцевых компаний. Если эта тенденция продолжится и будет нарастать, то Саудовская Аравия, скорее всего, действительно развяжет торговую войну. И это приведет к резкому падению, длительному периоду низких цен на нефть. Для того, чтобы... Да, что краткосрочное падение компаний выдержит, да, там, перекредитуются и так далее. А вот если цены на нефть будут ниже себестоимости добычи, там, в США или в Северном море у норвежских компаний, то это действительно вышибет их с рынка. Ну, на какое-то время, да, понятное дело. Вот для России это будет очень серьезный, болезненный удар, потому что никакого запаса прочности у российской экономики после начала войны практически не осталось. Она крайне чувствительна к ценам на нефть, то есть к поступлению валютной выручки, которая позволяет насыщать и внутренний потребительский рынок, и обеспечивать военно-промышленный комплекс необходимыми компонентами. Для России уже 50 долларов, о которых писал Олег Дерипаско, это проблемная цена на нефть. В принципе, все зависит не столько от того, какая конкретно цена, а все зависит от того, когда эта цена случится. Потому что российская экономика сейчас развивается в сторону серьезного кризиса. Военно-промышленный комплекс занимает все большую и большую долю экономики. Компенсировать проблемы гражданского производства помогает импорт. Вот чем дольше эта тенденция будет продолжаться, тем выше будет та граница, при которой российскую экономику настигнет, ну, даже не столько экономику, сколько потребительский рынок, настигнет серьезный кризис, который ударит по благосостоянию россиян. Если экономика ждет Трампа с опасением, то в военных конфликтах все надеются на миротворческие или переговорные таланты бизнесмена. Украинская армия отступает практически на протяжении всего 2024 года. Некоторые населенные пункты сдаются практически без боя. Всему виной нехватка личного состава и вооружений, говорят украинские генералы и президент Зеленский. Но все громче, украинские активисты, журналисты и даже некоторые военные во главу угла ставят ошибочный стиль управления войсками в руководстве армии. Попросту говоря, решения, принимаемые наверху, не соответствуют ситуации на поле боя. Что приводит к большим потерям среди солдат и новой оккупации россиянами украинских сел и городов. Что происходит в ВСУ и планирует ли командование украинской армии что-то делать, чтобы стабилизировать фронт. Подробнее в сюжете обозревателя Радио Свобода Дмитрия Мороза. Ситуация на фронте для ВСУ сложилась крайне тяжелая, пишет главком ВСУ Александр Сырский в своих соцсетях. В то же время украинские лидеры мнений, блогеры, волонтеры и активисты поднимают градус истерии до опасного уровня. О таких новостях украинское общество переживает ситуацию тяжелейшего психологического напряжения. И на этом фоне кадровые военные командиры ВСУ уже открыто заявляют настал час готовить к обороне Днепропетровскую область. Россияне действительно совершенствуют свое оперативное искусство. Они изменили тактику штурмовых действий, комбинируют разные тактики, если быть точным. Штурмуют позиции ВСУ на бронетехнике или малыми пехотными группами, если не могут пройти колоннами, или вообще используют мотоциклы для прорыва. Генерал ВСУ в отставке Дмитрий Марченко этой осенью стал давать интервью, в которых открыто заявляют в вооруженных силах Украины происходит разбалансировка управления, намекая на частые смены командиров бригад, разрыв подразделений на разные направления, когда батальоны одной бригады могут выполнять задания в сотнях километров друг от друга. Бывший заместитель командира 53-й механизированной бригады Олег Автомеенко уверен, кадровая политика Генштаба касательно командиров бригад наносит вред управляемости ВСУ. До ранения под Волновахой в марте 2022 года Автомеенко был заместителем командира бригады уже два года, а в хаосе полномасштабной войны что-то понять за такой короткий срок офицер просто не успевает. «Чтобы понять всю структуру подразделения, командиру бригады необходимо полгода минимум. А сейчас получается так, опорный пункт потеряли – следующий, какую-то позицию отдали – следующий. Это неправильно». Кроме того, солдаты и младшие командиры ВСУ жалуются на старших офицеров, не понимающих чаяния солдат. Это приводит к дезертирству и конфликтным ситуациям в подразделениях. По данным Генеральной прокуратуры Украины, в стране зарегистрировано 90 тысяч случаев самовольного оставления воинской части и дезертирства. Разведчик Денис Ярославский призывает срочно внедрить контрактную систему. Это снизит градус напряжения и даст уставшим войскам новое дыхание. «Люди должны понимать, сколько им лет нужно прослужить, чтобы отдать долг государству. Я считаю, что надо дать возможность людям заключать контракты хотя бы на три года, а тем, у кого заканчивается контракт, дать возможность заключать краткосрочные контракты на полгода, например. Я вас уверяю, что таким образом мы сохраним весь личный состав, который есть в данный момент». Однако в армии агрессора тоже не все так гладко. Все проблемы в СССР присущи и россиянам. Об этом свидетельствуют результаты радиоперехватов, разведки с дронов, свидетельства военно-пленных и данных спецслужб, говорит экс-сотрудник СБУ Иван Ступак. «Те же местные штурмы тоже забирают авиаторов, расформировывают подразделения БПЛА, разведки, и отправляют в штурмовики. Там они погибают. Тут самые яркие примеры Гудвин и там еще были у них самые такие титулованные операторы БПЛА. Они все погибли в штурмах, потому что не сошлись с начальством, с военным, и он их в отместку отправил умирать». Но тратить человеческий ресурс Россия вполне может себе позволить, уверен Ступак. Недостатка в живой силе армия захватчиков пока не испытывает. А этой осенью к россиянам присоединился еще и корпус солдат из КНДР. Их профессионализм часто подвергается сомнению, но закрыть собой какой-то из участков фронта они вполне могут. Полковник Олег Автомеенко считает, что армия России за весь 2023 год готовилась к новому наступлению, учитывая ошибки 2022 года. Были проведены кадровые чистки и техническое перевооружение. Автомеенко убежден, что ВСУ должны готовиться к глухой обороне, а не к реформам во время войны. Оборонные укрепления должны возводиться с учетом пожелания военных, а не для галочки, как это было сделано в Харьковской или в Запорожской областях. У нас вооруженными силами керуют все, кроме военных. Чтобы успешно реформировать ВСУ, нужно прежде всего принять решение на законодательном уровне, чтобы в дела армии не лезли депутаты, помощники, разные волонтеры, общественные организации и прочее. У нас из-за постов в Фейсбуке снимают командиров бригад, комбатов и даже командиров рот. Дайте военным просто делать свое дело или не мешайте. Но нет худа без добра. В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ сообщают, что уже сотни бойцов, ушедших в длительную самоволку, звонят в подразделения с просьбой принять их обратно. На этой неделе расследовательский проект «Система» выложил в сеть документ, который нам рассказывает о том, как Кремль видел так называемое перемирие в самом начале военной операции против Украины. И в чем же заключаются те самые цели СВО, о которых не перестают говорить Путин и российские чиновники? Документы, о которых мы говорим, это предложение России, которое российская делегация привезла украинской на первых этапах переговоров в начале марта 2022 года. Это даже еще не договор, то есть его там украинцы ни на что не соглашались из того, что там написано. Это условное предложение. В нем поражает, прежде всего, то, что он весь построен и написан так, будто бы это Украина, страна-агрессор, она напала, она уже проиграла на поле боя, и вот, значит, сейчас великодушно Украине предлагают какие-то условия капитуляции. Там сократить армию до минимума, минимума языковые законы, они вступают ни в какие военные союзы. В принципе, он охватывает все, то есть все сферы жизни от внешней политики, вооружения, немного там экономической, там запретом дальнейшие виды вооружения, языковая политика и статус Крыма и непризнанных территорий. Там всего 6, по-моему, страниц, в которых 18 статей разных написано. А что остается тогда в Украине? Украине остается нейтральный статус, который на самом деле такой, как выразился эксперт, который нам документировал, скорее похоже на нейтрализацию, чем нейтралитет. Слабая армия в 5 раз меньше того, что у них было до 2022 года. Законы, которые они должны менять и не вступление ни в какие союзы, включая военные. Что Россия предлагала в ответ этим договорам? Ну, по сути, что просто мы не продвигаемся дальше своими войсками. Что наши войска останутся стоять там, куда они продвинулись. Донбасс вообще весь отходит. На тот момент там было прописано как независимые территории. Значит, Крым, Севастополь отходят от России. А все остальное, куда успела продвинуться российская армия. А по состоянию на начало марта российские войска стояли под Киевом, стояли в Черниговской области. Они там просто продолжают стоять, пока не будут выполнены все условия, прописанные в этом договоре. В чем ценность этого документа, учитывая, что кардинально изменилась ситуация на фронте? Конечно, сейчас все совсем по-другому и не только на фронте, и в политическом смысле. Сейчас уже Украина не обсуждает свой нейтралитет, обсуждаются какие-то интеграции в НАТО, даже нечленство или какое-то ограниченное членство, даже если этого не будет принято. Но движение скорее туда, движение в сторону более понятной гарантии безопасности. И, конечно, никакого такого договора сейчас уже принято не будет. То есть, мы не обсуждаем его как возможные параметры чего-то реального на этот момент. Более того, Россия аннексировала четыре области, помимо Крыма и Севастополя, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганской области записали свою конституцию. На бумаге? На бумаге, да. Ну, после такого тоже как-то такой формат договора, в принципе, не может даже рассматриваться. Но почему нам важно до сих пор увидеть этот документ, прочитать его целиком, прямо по всем пунктам? Потому что мы до сих пор, спустя больше двух с половиной лет с начала полномасштабного вторжения, на самом деле не понимаем, чего именно добивалась Россия. Российские власти, Путин лично, и там, Песков, Лавров, очень часто используют формулировку, что Россия достигнет всех целей СВО. И до сих пор мы не знали, что такое цели специальной военной операции. И тут мы видим, вот чего же на самом деле хотела достичь Россия в самом начале. Со мной на связи израильский военный обозреватель Игаль Левин. Обсудим с ним реалистичность плана о заморозке войны по линии фронта. Игаль, добрый день. Заморозка войны по линии соприкосновения и введения контингента НАТО в Украину – это то, что обсуждают после выигрыша Трампа. Как это может происходить на практике, если такие договоренности на политическом уровне будут достигнуты? Действительно, информация, которая сливается, это действительно информация, СМИ публикуют. Это информация, которая циркулирует, которая готовится, которая в команде Трампа, в его приближенных и так далее. Действительно, это то, с чем Трамп в конечном итоге захочет прийти с предложением как Зеленскому, так и Путину. Путин говорит, нет, мы не согласны, выражаясь их языком, цели свои должны быть выполнены. Это как минимум захваты и Херсона, и Запорожья. Трамп говорит, ну хорошо, ладно, она начинается дальше к Зеленскому, но Украина говорит, нет, мы продолжаем дальше. Причем, нужно понимать, ну, в самой Украине есть очень мощная, как бы, база самих военных, которые не согласятся на такие вещи. Если мы предполагаем какой-нибудь там элемент, что бы там ни было, вот, мне сложно представить, что в Украине, опять же, армия добровольно задаст Херсон или Запорожье. Ну, на минуточку, Россия, у нее уже полгода не получается захватить крохотные маленькие городочки, Волчанск, и, кстати, Херсон вообще находится за рекой, которую нужно как-то форсировать, где уничтожены мосты и так далее. Вот, поэтому Украина не соглашается. И что дальше? Ну, продолжение конфликта плюс продолжение войны. Ну, снова же, все эти рецепты заморозки, они рассматриваются с точки зрения, вот, как бы, как бы принуждать Киев. Но они абсолютно выносят заскок мискву Путина и его хотелки, тем более, кстати, Путин сейчас находится в таком кураже, что вот, так называются головокружение от успехов, как ему кажется. Ему кажется, что все хорошо, вот, все, все невзгоды и какие-то опасные такие моменты миновали, вот, и можно продолжать дальше воевать. Казалось бы, никаких таких тревожных звоночков нет, и можно дальше вести войнушку, вот, и, как он опять же говорит, цели свои будут выполнены и так далее. До отставки генерал Валерий Залужный заявил, что ВСУ может противостоять российской армии, если изобретет новые методы ведения войны, так как численный перевес в людях и вооружении всегда будет в пользу России. Есть ли такое ноу-хау у израильской армии, в которой вы служили, окажись она один на один с таким сильным соперником, как Россия? Здесь нет какого-то ноу-хау, есть классический, извечный рецепт, к такому рецепту прибегала, скажем, Финляндия, небольшая, в своей войне против Советского Союза, которая выстояла в конечном итоге. Это, во-первых, народная армия, мобилизация всего населения, вообще всех, абсолютно, то, что называется от мал до стар, вот, включая там привлечение женщин, такие, как бы, элементы всевозможные. Это не только специфики того же Израиля, в той же Финляндии тоже были сотни тысяч женщин привлечены к военизированной службе, чтобы высвободить сотни тысяч мужчин для фронта, как раз, что удалось еще уже в 40-м году, в начале Зимней войны. Вот, это первое, а второе, это концентрация, вот, концентрация усилий. Врага глобально больше, но конкретно на тактическом уровне вы концентрируете усилия, чтобы добиться численного превосходства. У Израиля это получалось. И заложный в своих текстах, в том числе говорит, что вот гроны, которые роются в небе, вот это огромнейшее количество, оно не позволяет концентрировать или осложняет концентрировать усилия. И вот нужно найти решение в этом вопросе, то есть в вопросах разведки. Как сконцентрировать силы так, чтобы враг этого не знал? Ну, условно, там, Искандерами не закидал, когда вот только начинать концентрировать свои силы. Вот это вопрос, дискуссионный вопрос, как бы, который нужно Украине найти на него ответы. Мы видим, что Украина, когда у нее есть возможности и люди, и техника, вот, она умеет удивлять, умеет концентрировать силы. Курская операция, это как раз оно. Украина смогла сконцентрировать определенные силы и прорвать фронт и нанести занятия там до тысячи километров квадратных в Курской области. А как вы видите реформу украинской армии, которая могла бы пройти после замораживания конфликта? Реформы нет, во время боевых действий невозможно, не только в украинской, вообще в любой армии. Армия организм, который не может по челчку пальцев менять. Это вообще, институт, который вы можете себе придумать на любого государства. То есть она неохотно идет на реформы, как бы, и когда нет боевых действий, когда боевые действия, тем более, потому что вы не можете просто выдернуть людей из фронта, которых фронт держит, если очень упрощенным, как бы, языком говорить. Поэтому какие-то вещи можно менять, конечно же, но структурные вещи нет. Это вот одна сложность, один из вызовов для украинской армии, потому что я на связи с украинскими многими офицерами, они понимают проблемы. Где-то, что украинцы не знают, как их решать, в то время, как им нужно буквально идут боевые действия, им приходится изматывать врага, отходить, теряя территорию, нанося ему огневое поражение и заняться реформами. Ну, то есть невозможно ни то, ни другое. 7 ноября 1982 года. Красная площадь. На центральной трибуне мавзолея Владимира Ильича Ленина руководители Коммунистической партии и Советского государства видные военачальники. Праздник Октябрьской революции в Советской Москве праздновали широко. С парадами, шествиями, обязательными торжественными речами, с трибун и концертами. Ленин, такой молодой и юный Октябрь впереди. Ленин, такой молодой и юный Октябрь впереди. Советский Союз неожиданно для всех рухнул. Коммунисты потеряли власть и парады и шествия во славу Ленина ушли в историю. В 95-м ровно на год Борис Ельцин решил 7 ноября сделать днем воинской славы. А уже через год еще раз переименовал. На этот раз в День Согласия Примирения. Но их так и не было. Россияне привыкли к выходному, но так и не понимали, чего празднуем. Очередные изменения внес уже Путин. День Согласия Примирения изменили на День Народного Единства, а дату перенесли на 4 ноября. Содержательную пустоту этого выходного первой холодной ноябрьской недели заполнили русские националисты. Они решили в этот день проводить свои шествия по всей России. Самый крупный марш проходил в Москве. Понятно, что на таких лозунгах дружбу народа в России не построишь. Русские марши велели долго жить. После того, как их ксенофобские лозунги постепенно переросли в антипутинские. И Кремль начал сажать лидеров-националистов. Все заметные и значимые лидеры националистов сегодня либо находятся в местах лишения свободы, либо вынуждены были покинуть территорию Российской Федерации. Либо находятся под большим давлением. И все структуры националистов сегодня запрещены и уничтожены фактически. Вскоре Кремль запретил шествие националистов. Путин отнял у них право на русскую идею. Начал войну с Украиной и объявил себя главным защитником русских, где бы они ни находились. И марши теперь в России проходят под обновленным брендом. В этом году празднование Дня народного единства посвятили российско-украинской войне, продолжающейся третий год. В разных городах прошли крестные ходы. Олег Газманов перед появлением на глаза русским националистам срезал со своей одежды лейблы итальянской фирмы Паркетинской фирмы. Мы будем за него! Мы будем за него! Сегодня тоже непростые времена. Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. Одновременно с этим в российских городах работали пункты отбора на военную службу. Но проблема мультикультурности России никуда не делась, учитывая, что в стране живет более десяти миллионов мусульман и другие народы, не исповедующие православие. Ксенофобию и расизм никто не отменял. С этими чудовищными явлениями сталкиваются не только мигранты из Центральной Азии, но и коренные жители России, представляющие этнические меньшинства. Об этом я поговорил с президентом Free Russia Foundation Натальей Арно, которая родилась в республике Бурятия. Наталья, сталкивались ли вы с бытовым расизмом в отношении себя? Конечно, конечно, очень много, очень много. И мой сын, я боялась ребенка отпускать в Москве в метро, но опять же, в том числе, его защищали мои русские друзья и другие друзья других национальностей. И наоборот, в Бурятии я сталкивалась с расизмом и в ту, и в другую сторону. Но больше я помню случаи дружбы, смешанных браков, еще чего-то такого. Конечно, расизм очень сильный. Я думаю, что усугубился особенно под путинским режимом, когда он как раз и базируется на страхе, на всем плохом, на ненависти к друг другу, на атомизации и так далее. Наталья, а как вы на это реагировали? Остро или старались уйти от конфликта? Если это было просто из-за того, что человек недостаточно образован и не может там, опять же, базируется на стереотипах, то есть там, как, или когда меня, увидев, могли сказать, там, не знаю, китаянка или вьетнамка, я могла откорректировать, я могла пошутить. Если это было опасно, я помню целый вагон футбольных болельщиков, зашедших после матча, я там была единственная неславянская внешность и девушка, да. Было много случаев в метро, когда мне приходилось защищать, наоборот, там, особенно парней азиатов, да, поскольку там были прямо тяжелые случаи. Я переезжала в Москву в 99-м году, это была атмосфера такой еще ненависти, да. У сына была тяжелая ситуация в школах, но там не было такого, что именно там все русские, там были и чеченцы, там были и армяне, там были разные, кто-то был, наоборот, помогал и говорил, что нельзя так, кто-то из тех же самых национальностей, наоборот, да, бил или там унижал по признаку. Опять же, я свою задачу и свою фонду задачу вижу в том, чтобы в России была демократия, и вот от этого уже все дальше пойдет. И после демократизации это первый шаг, децентрализация, местное сомправление, права регионам, права там всем-всем-всем, да, то есть вот оттуда, а дальше уже на этом все можно строить. Наташа, спасибо. Это была Наталья Арно о ксенофобских настроениях в России. Не утихает скандал с хиджабами. В школах Владимирской области запретили носить этот мусульманский головной убор. Ранее временные запреты вели в Дагестане и Карачаево-Черкесии. О том, как в России соседствует нарратив о дружбе народа вместе с новыми проявлениями национализма, расскажет Илья Козин. Мемоемкий лозунг про русских и Бога использовали на крестном ходу в Нижнем Новгороде. Он проходит каждый год в дни празднования Народного единства 4 ноября. В этом году, пишет издание «Комсомольская правда», в нем приняло участие около двух тысяч человек. В прошлом году в Казани в подобном шествии участвовали четыре тысячи, а в Ульяновске около пяти тысяч. Во главе колонны «Люди в желтом» это представители правых организаций. Например, националистские общества «Царьград» и «Двуглавый орел». В шествии был замеченных лидер, миллиардер и спонсор «Русской весны» Константин Малафеев. Но случается и так, что эти люди разных национальностей и вероисповеданий разобщаются. Например, если дело касается традиционной религиозной одежды. 22 октября Министерство образования и молодежной политики Владимирской области выпустило приказ. Не допускается ношение в общеобразовательных организациях одежды и ее элементов, демонстрирующих религиозную принадлежность обучающегося, в том числе хиджабов, никабов и так далее. Хиджабы – элемент женского гардероба мусульманки, которые покрывают шею и волосы, но лицо при этом остается открытым. Никаб закрывает еще и лицо. Заместитель губернатора региона Владимир Куимов считает, что запрет поможет избежать буллинга и конфликтов между учениками. Ранее ношение никабов было запрещено в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Июнь этого года в Махачкале и Дербенте группа неизвестных напала на православные храмы и синагоги. Как сообщал телеграм-канал ЧП «Кавказ», один из нападавших хотел скрыться надев никаб, который у него нашли при задержании. После нападения глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в России нужно срочно запретить никабы. Позже временный запрет ввели в Дагестане и Карачаево-Черкесии. А глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал эти решения. Те, кто там говорят, что не одевали хиджаб, это враг ислама. Мы против паранжи-дон, который лицо закрываем. Мы против этого, да. Кто скажет моей дочке, да, снимать хиджаб, я его сразу убью, да. Сразу я его расстреляю, кто бы это ни был. Это враг Дон. Мой личный враг, враг ислама. Депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отменить запрет на ношение хиджабов во Владимирской области. А депутат от Дагестана Бейсултан Хамзаев и вовсе назвал чиновников идиотами. Таким образом, политики Северокавказских республик показывают свое влияние в других регионах России, рассуждает правозащитник Александр Черкасов. Защита какими-то депутатами от Чечни и Дагестана право на ношение хиджаба в регионах России это часть политического процесса, влияние Рамзана Кадырова и его людей на происходящее в других регионах России, на местные общины выходцев с Северного Кавказа. Через эти общины на местные власти демонстрации своего присутствия. Но при чем тут Владимирская область, где по данным переписи населения 2020 года из примерно полутора миллиона человек 89% русские, подавляющее большинство которых православные. Область имеет важное символическое значение, как сердцевина Руси, говорит политолог Руслан Айсин. И возникновение вопроса с хиджабом, оно, как я уже сказал, связано с попыткой идеологически противопоставить, условно говоря, исторически глубинный русский дискурс, ну или проторусский дискурс, чему-то другому, мусульманскому, чуждому. По мнению эксперта, запрет хиджабов тема чувствительная, и без ведома Кремля такое решение принять не могли. А сам запрет следует логике противопоставления, ведь именно оно в основе новой русской идентичности, считает Айсин. Тем временем историк Николай Митрохин более приземлен. Он уверен, что запрет связан исключительно с видением экспертов по образованию. Ну то есть нельзя перейти в школу с слишком короткой юбки или в прозрачном английчике. Вот. Но то же самое для педагогов, так сказать, непорядок, когда там они видят, что девушка приходит с закутанной в платок по брови. Вот не нравится им это. Все это происходит на фоне усиливающейся антимигрантской и националистической риторики. В этом поле особенно заметна ультраправая организация «Русская община». Правда, по мнению Митрохина, настоящие националисты в России фактически задавлены, а подобные организации существуют только с одобрения властей. В целом же, по мнению эксперта, к националистическим лозунгам прибегают отдельные личности ради достижения политических целей. С ним согласен Александр Черкасов. По его мнению, существование двух противоречащих нарративов мультикультурности и при этом особой роли русского народа восходит ко временам СССР. Это лоскутное одеяло, которое трещит по швам. И споры по таким традиционным ценностям, то ли их нам нужно нести в массы, то ли не нужно нести в массы, то ли эти ценности традиционны, но не здесь. Это как раз результат отказа от универсальных ценностей, ценностей прав личности. По мнению Черкасова, путинская власть лишь эксплуатирует то, что было придумано в СССР. А жертвами этих социальных экспериментов становится население. Как запреты носить хиджаб связаны с желанием остаться у власти? Обсудим это с Таней Лакшиной, правозащитницей, сотрудникам Human Rights Watch. Инициатива запретить ношение хиджаба в школах и вузах, в отдельных российских регионах это взрывоопасная точка конфликта или локальная история, на которой не надо акцентировать внимание. Мне кажется, что Путин и Кремль ставят перед собой одну главную всеобъемлемущую задачу. Это удержаться у власти. Все остальное не имеет большого значения. Вопрос не в том, что будет это по-настоящему мультинациональная, мультиконфессиональная страна, где одинаково уважают всем, ее граждан, вне зависимости от того, к какому этносу человек принадлежит, какую религию человек исповедует. Важно то, что вот эта конкретная группа людей пытается всеми силами остаться у власти, потому что понимая, что если они не останутся у власти, то, в общем, ждет их тюрьма, там, Гахский трибунал, и так далее, и тому подобное. Они произносят некие слова про многодациональную, многоконфессиональную страну, честно говоря, слова достаточно пустые, но как территория такого колоссального размера, уж понятно, что она заселена не только этническими русскими, русскими, есть тут разные этносы, есть тут разные конфессии, это все совершенно очевидно, но главная цель полагания остаться у власти, все остальное не так важно. Таня, как с этой проблемой справляются в других северокавказских регионах, где у федеральной власти больше рычагов давления? О, история с хиджабами, она уже очень давно является точкой конфликта в целом ряде регионов, нет запрета на федеральном уровне, понятно, да, но такие инициативы в некоторых регионах безусловно происходят к несчастью. Официальная позиция организации Хьюман Райт ВОЧ, которую я представляю по этому вопросу, очень проста, женщину нельзя заставлять носить хиджаб, но нельзя отказать ей в праве носить хиджаб, покрывать голову, если она этого хочет, да, проще ничего не бывает. То есть, когда господин Кадыров в подвесной ему Чеченской республике принуждал женщин, в том числе натравливая на них подконтрольных ему силовиков к тому, чтобы они покрывали голову и следовали определенному, как он выражался, традиционному дросподу, то это безусловно было нарушение, как с точки зрения международного права, так с точки зрения российского законодательства, никаких подобных полномочий у него не было. А женщин, чтобы они послушно себя вели, обстреливали, извините, из пентбольных ружей, не какие-то там придурки, не какие-то там вигилянты, это было бы плохо, но да, это отдельно немножко вопрос, а именно сотрудники силовых структур, официальные лица, женщины, которые выходили на улицу города с непокрытой головой, бросали реально вот группы силовиков еще в обмундировании, тащила через улицу и бросала прилюдно в мусорный бак. Вот это вот все происходило в Чечне. А с другой стороны, там, например, в соседнем Дагестане существовала реальная проблема, когда власти пытались бороться с салафитами, с тем, что они называли радикальным и славным, что девочек отправляли домой из школ, если девочки приходили с покрытой головой. Но к чему это приводит? Честно, это приводит к тому, что соответствующие родители, которые надевают на своего ребенка хиджаб, просто ребенка потом не поведут в школу. И ребенок не получит образование. может быть отдадут в какую-нибудь сугубо религиозную школу, где ребенок не получит образование светского. Сейчас еще система образования в России таким образом устроена, что можно найти разные формы так называемого домашнего обучения. Некоторые это домашнее обучение крайне эффективно с точки зрения получения образования. И слава богу, это, кстати, палочка-выручалочка для тех родителей, которые просто не хотят, чтобы дети в школе становились жертвой кремлевской пропаганды. Потому что то, как преподают историю, географию сейчас по новой программе просто реальная катастрофа. Это чудовищно. И вот из-за уроки о важном и так далее. Это не тема вашей программы, но просто действительно ряд родителей не хочет, чтобы дети подвергались непрерывной этой пропаганды, попадают в такое давление и забирают их из школ. А ряд родителей, если девочкам не дадут носить в школу хиджаб, платок, будут забирать их из школ. По этому поводу будут находить какие-то возможности оформить детей на домашнем обучении, а при этом детей не учить. Скажите, удалось ли Путину построить мультикультурную страну, или он не ставит себе такую задачу? С самого начала, когда объявили об учреждении такого праздника, мне кажется, в стране никто не воспринимал его всерьез. Это была такая специфическая замена 7 ноября. Люди прекрасно это осознавали. Типа, один праздник перестал быть праздником, но чтобы праздник как таковой выходной день людей не отбирать, вот заменили на другой, праздник был крайне невнятный, но выходной. А есть ли в России государственный расизм или только бытовой? На данном этапе я бы сказала, что да, в России есть государственный расизм. Это выражается и в безобразной официальной антимигрантской риторике, это выражается и в законодательстве и политике по отношению к ЛГБТ людьми чудовищно. Теперь ЛГБТ человек, любой его поддерживающий просто считается экстремистом и во многом другом. Это не только бытовая история, это государственная политика. Когда происходили антисемитские акции на Северном Кавказе, включая пьющие захваты раппорта в Макачкале, меня очень много спрашивали, спрашивали, в частности, ваши коллеги с Радио Свобода, а вот антисемитизм на Северном Кавказе, насколько это серьезная проблема. Ведь правда, она там гораздо более серьезная, чем в остальной России. И, знаете, я тогда бесконечно повторяла, что, конечно, есть антисемитизм на Северном Кавказе, очень греха повторить. Бытовой антисемитизм безусловно есть. Он есть вообще во всей России, да, наверное, можно предположить, что на Северном Кавказе уровень его несколько выше, в частности, потому что евреи в большинстве своем с Северного Кавказа уехали, и местные люди с ними особенно не сталкиваются. А самое страшное, ну, просто, да, базовое понятие ксенофобия, чего люди боятся, они боятся чужого и непонятно. Самое страшное, это то, чего мы не видим, потому что если вокруг тебя живет, не знаю, много евреев, с ними постоянно взаимодействуешь, ты хоть понимаешь, что это такое, если вокруг тебя почти не живет, то ты перестаешь понимать, что это за люди, и люди, ли они вообще. Спасибо, со мной беседовала Таня Лакшина, замдиректора по Европе и Центральной Азии правозащитной организации Human Rights Watch. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени» и «Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» на YouTube-платформе «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...